Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. День памяти жертв геноцида армян в городе Жуан-Лепен-Антиба состоится поминальная теремия. Уроженцы Западной Армении Гранд Кенкульян. Армянская идентичность, армянские сироты. Бои самобороны Зейтуна. 16 апреля армяне Алеппо провели акцию в поддержку Арцаха. Конференция «Старые новые беженцы азербайджанской агрессии. Прошлое, настоящее, будущее». Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В рамках Национального дня памяти жертв геноцида армян мэр Антиба Жан Леонетти, член городского совета, полномочный представитель Патриотических союзов защиты памяти Жираль Лакос, заместитель городского советника по передаче памяти Хасан Эль Джазули, президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и единомышленников Серж Абрамян, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, приглашают вас принять участие в церемонии повиновения жертв геноцида армян, которая состоится 24 апреля 2023 года в 14.30 в городе Жуан Ле Пен Антиба. Гранд Кенкулян, или более известный под псевдонимом Уди Гранд, был виртуозным исполнителем на Уди. Современные интерпретации и стиль исполнения на Уди оказали большое влияние на последующее поколение. Гранд Кенкулян родился в 1901 году. В раннем возрасте вместе с семьей часто менял место жительства, пытаясь избежать погробов. В конечном итоге семья переутилась в Константинополе, там его учителем стал одним из выдающихся армянских удистов того времени. Несмотря на то, что он зарабатывал на жизнь, играя в Константинополе, настоящую известность приобрел только благодаря поездке в Соединенные Штаты, после чего стал очень популярным. В Константинополе был известен среди любителей национальной музыки, пел на армянском и на турецких языках, имел широкую аудиторию среди армяноязычных, туркоязычных и греко-говорящих общин. Для армянского музыканта такая популярность при турецкой власти была особым исключением. Учитывая, что большинство турецких подданных армян сравнительно недавно были истреблены на родной территории, Кенкулян продолжал выступать как на местной, так и на международной арене. В зрелом возрасте посетил Восточную Армению. Гранд Кенкулян скончался в 1978 году. Останки покоятся на историческом армянском кампуче Шишли в Константинополе. Эвакуация сирот Западной Армении обеспечила дальнейшую физическую безопасность проживания и национальное воспитание детей. Сотрудники Красного Креста, Американского комитета помощи Ближнему Востоку и армянским сиротам, финансируемые армянской церковью и армянскими благодворительными организациями, эвакуировали сироты, которые после перемирия забирали из пустынь и леса, с улиц, где они просили милостыню, также из сульмей мусульман и турецких государственных приютов. Вывоз армянских сирот в Западную Армению должны были осуществить при финансовой поддержке Американского комитета помощи Ближнему Востоку. Бои самообороны Зейтуна Турецкие атаки продолжались, принимая более жестокий характер. 3 декабря противник двинулся в Зейтун по трем основным направлениям, поначалу добился значительных успехов. Однако в решающий момент 75-летний князь Карапет Басилойсян, который сначала сопротивлялся спасению, неожиданно вышел из казармы и бросился к врагу. Это после срок горцев, которые вслед за князем бросились безумные наступления. В ожесточенных боях турки понесли большие потери, имея большое количество убитых и раненых. Бои имели огромное значение для восстания. План Рамзи Паши по захвату Зейтуна мощной атакой провалился. Наступательные инициативы также оказали безрезультатными. Несмотря на ожесточенные бомбардировки, Зейтун оставался неприступным. С 22 по 30 января 1896 года при посредничестве консула европейских держав в турецком лагере прошли мирные переговоры. В качестве победителей зейтунцы выдвинули свои условия. Султан был вынужден уступить, в основном принимая условия зейтунцев. Героическое восстание в Зейтуне со всей наготой демонстрировало тот ущерб, который наносили освободительному движению разоренные действия партии, вовлеченные в борьбу с турецкой диктатурой. Однако освободительная борьба продолжалась. Арены очередной героической борьбы стали Ван и Васпуракан. Видео, рассказывающее о самообороне Зейтуна, можно посмотреть на нашем YouTube-канале в Бестерн Армения ТВ. 16 апреля армяне Алеппо провели акцию в поддержку Арцаха. Армяне Алеппо, имеющие самую большую армянскую общину Сирии, организовали демонстрацию в поддержку Арцаха. Дорогие армяне Алеппо, давайте примем участие в митинге в поддержку Арцаха, который состоится в воскресенье 16 апреля в 19.00 по соседству с армянской национальной гимназией Карен Эппо в Алеппо, говорится в сообщении, опубликованном на странице газеты Ганзасар в Facebook. В спортивно-концертном комплексе имени Карена Дамирчана 29 апреля состоится конференция на тему «Старые и новые беженцы азербайджанской агрессии. Прошлое, настоящее, будущее». Организатором мероприятия является ряд неправительственных организаций, занимающихся вопросами проживающих в настоящее время в республике Армении и других местах беженцев, бежавших из Азербайджана на Хачевана и Арцаха в 1988-1992 годах и 2020 годах в результате российских геноцидальных действий азербайджанских властей, а также насильственно перемещенных лиц, покинувших родину в связи с военными преступлениями Баку. В ходе конференции будут обсуждены вопросы относительно международной политической оценки преступлений, совершенных Азербайджаном против армянских граждан страны. Погромы в Сумгаити, Баку, депортация, насильственное перемещение и этническая чистка армянского населения в Шоумянском районе, а также отсутствие судебных и правовых действий, восстановление прав беженцев, включая вопросы права на возвращение. На конференции также будут обсуждаться права беженцев из Азербайджана, Арцаха и Нахачевана, их имущественные и другие потери, вопросы утерянных документов культурного геноцида, осуществленного в указанных областях. Неправительственные организации, обеспокоенные проблемами различных слоев беженцев, а также экзистенциальными угрозами, угрожающими беженцев при граничной зоне Республики Армения и населению, проживающему в Арцахе. Поставили перед собой цель внести свой доклад в открытое публичное обсуждение проблем, а также организовать встречу, диалог и общение беженцев, проживающих в разных местах на одной общей площадке для внесения согласованных предложений. Приглашаем беженцев из Азербайджана, Арцаха и Нахачевана принять участие в конференции, говорится в сообщении. Правительство Западной Армении сожалеет, что потомки армянских беженцев, переживших геноцид в Западной Армении, не приглашены. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредственно телевидении и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, и формирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телевидитель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!